Цена удовольствия от Брестского театра драмы – это в первую очередь эстетика и классика. Классические диалоги и тексты Антона Павловича Чехова по мотивам писателя и «На злобу дня». А вот исполнение на сцене задуманного выходит за рамки классических канонов, затягивая зрителя в глубину любовных человеческих переживаний, воздействуя на аудиторию также видеосопровождением, звуком, светом и цветом. Я обожаю черное и белое, потому что белое – это как чистый лист бумаги, а черное – вот этот лист сам, он его выделяет. Здесь вот белый кабинет, почему? Ну, опять-таки, здесь очень много идет видеоряда, и за счет этого меняется вообще пространство. Декорация обычно толкает актера на то или другое действие. Я думаю, что в этом спектакле это получилось. Уроки обольщения, как завоевать сердце даже несвободной дамы. Можно ли бросить мужа ради кратковременной интриги, а потом вернуться обратно. Кого выбрать – богатого, но старого и нелюбимого, либо милого сердцу, но бедного. Что делать супруге, если муж пять дней кутил, все промотал и потерял работу? Эти и другие подобные вопросы заставляют зрителя отвечать, исходя из своих соображений совести, или пока только лишь искать ответ. А актерская игра визуализирует непростые конфликты. Каждая моя роль берет всего полностью. Я погружаюсь в нее и цепляет меня чуть ли не каждая фраза. А смотря из зала, как работают мои коллеги, вот в некоторых моментах меня прям цепляло за душу, кололо. И я был рад, что участвую в этом. Здесь нет плохих или хороших персонажей. Каждый оставляет некоторое двойственное чувство. Отношение к тому или иному герою может меняться на протяжении сцены. Под другим углом зритель начинает видеть, казалось бы, типичные проблемы. Горизонты расширяются, и оценки уже не так однозначны. В первую очередь задача артиста, актера, это передать внутренний мир героя, которого он исполняет. И, безусловно, мы не можем быть холодно относиться и следить только за внешними какими-то характеристиками. Хотя сам Чехов тоже не дает однозначного ответа. И моя была задача, чтобы зритель задумался, чтобы это не трактовался мой образ очень однобоко, однозначно, чтобы искали грани. Потому что, действительно, когда на этот образ обращаешь внимание в определенный возраст или временной период своей жизни, этот образ раскрывается по-разному. В ролях и актриса Евгения Гадун, она же и режиссер-постановщик спектакля «Цена удовольствия». На такой сцене для Евгения это дебютная режиссерская работа, в которую вложено огромное количество сил, таланта, стараний и доверие друг другу в творческом коллективе. Мы одногруппники с Евгением, и она у нас на курсе была лучшим режиссером. Среди одногруппникам, я могу уверенно сказать, все хотели к ней в отрывки попасть. Поэтому я ей доверял и доверяю. И задуматься, есть о чем задуматься, мне кажется, в этой постановке. Это здорово. Я рад за Женьку, что вот наш художественный руководитель курса, Зина Михайловна Пасютина, она привила эту любовь к Чехову нам. Это замечательно. В процессе общения я поняла, что у меня с ней взгляды очень схожи, и я этому человеку доверяю. И мы вот так вот сошлись, и я думала, Женя, я тебе доверяю на тысячу процентов. Я говорю, это будет работа классная по-любому. Я говорю, мы ее сделаем. И мы оставались и днями, и ночами, мы тут ночевали с ней, много-много работали. И вот, собственно говоря, результат. Действительно, получилось красиво, интимно, атмосферно. Но это еще не все. Театр для меня – это очень сумасшедшая сила, которая перепахивает человеческие души. И поэтому самое важное для меня – это была мысль. Именно, чтобы зритель меня понял. И мне очень накопилось, мне хотелось поговорить с нашим зрителем. И вот я сказала свое слово, а там уже удалось ли, прозвучало ли, это уже, наверное, будет решать наш зритель. Удалась ли премьера? Зритель реакцией, аплодисментами теплой встречи актеров и всей творческой группы сказал «да» и добавил «браво». Полтора часа постановки пролетают на одном дыхании. И лучше самому прийти и разобраться. Глубокая, важная мысль, облеченная в изящную, волнующую форму. Вероника Яковец, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Вероника Яковец, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Вероника Яковец, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».